В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Пуслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В России завершились трехдневные выборы депутатов Московскую областную и Государственную думы. В администрации Ленинского городского округа прошло 35-е внеочередное заседание Совета депутатов. Присутствует на заседании 22, к ворум есть, можем приступать к работе. Клуб «Металлург» в 34-й раз стал чемпионом России по мотоболу. Победа есть победа, да. Все, чемпионы. Три дня в муниципалитете продолжались выборы депутатов Московскую областную и Государственную думы. Наши корреспонденты ежедневно следили за происходящим на избирательных участках по всему округу. Рассказываем, как проходило голосование. В 8 утра 17 сентября в муниципалитете открылось 67 избирательных участков. За три дня жителям округа предстояло сделать важный выбор. Кто из кандидатов будет представлять их интересы в Московской областной и Государственной думах. Мне же интересно, кто будет депутатом. Я хочу, чтобы были те депутаты, которые любят наш округ, которые могут помочь во всех проблемах. Есть мнение, что если я не пойду, все равно это будет решено. Ты не пойдешь, ты не пойдешь. А каждый голос будет учтен, наверняка будет учтен. И в конечном итоге это выразится для того, чтобы выбрались нормально достойные люди и нормально достойные партии. Мы голосуем за достойное будущее для наших детей и внуков и за великую Россию. За соблюдением порядка на избирательных участках следили наблюдатели от различных партий. На сегодняшний день известно, что нарушений выявлено не было. На избирательном участке нарушений зафиксировано не было. Люди приходят планомерно. Волеизъявления их не они сами делают и никто им не мешает. Никаких замечаний у меня не было. Выборы проходят в штатном, как говорится, режиме. Для избирателей, которые живут далеко от своего участка, были организованы дополнительные формы голосования. Например, жители ЖК «Май» и деревни Горки смогли выбрать своих кандидатов в брендированном автобусе на территории микрорайона, вместо того, чтобы ехать в Калиновку. Удобно, хорошо. То собирались ехать куда-то, а то подошли и проголосовали. Проголосовать дважды в брендированном автобусе и позже на основном участке нельзя. Списки избирателей не дублируются. В остальном все так же официально. Отдельная кабинка, опечатанная урна и наблюдатели. У нас также есть такие участки удаленные, которые находятся непосредственно в помещениях. То есть мы договорились с собственниками помещений, чтобы там на время разместить участковые комиссии, выездные бригады, чтобы там могли воспользоваться своим правом избирателей. Впервые представители Государственной и Московской областной дум по всей России выбирали три дня. Это удобно и для избирателей, и для членов участковых комиссий. В один день очень тяжело принять очень большой объем избирателей. Когда они приходят в течение трех дней, во-первых, и возможностей у избирателей больше, что в течение этих трех дней он сможет проголосовать. Поэтому я считаю, что это правильно. Вчера у нас был очень большой наплыв в утреннее время, потом немножко спала. Сегодня, видимо, суббота еще пока люди спят, но основную массу мы ожидаем завтра. Всего в округе проживает свыше 139 тысяч избирателей. На мой взгляд, беспрецедентно проходят в условиях сегодняшних реалиях эти выборы, потому что это и три дня голосования, это и электронное дистанционное голосование, в том числе электронный подсчет и бюллетени на местах. Также обеспечена безопасность для наших избирателей, для жителей на участках. И действительно, везде соблюдались коронавирусные ограничения. При входе на участок измерялась температура, при необходимости избирателю выдавалась маска. Оградить себя от инфекции можно было и другим способом. Некоторые жители округа воспользовались возможностью проголосовать на дому. Впрочем, большинство граждан сделали свой выбор, как обычно, с помощью бюллетеней и урны. Так и проголосовал глава муниципалитета Дмитрий Абаренов. Александр Столярова, Наталья Буслаева, Дмитрий Книга, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. В здании администрации Ленинского городского округа прошло 35-е внеочередное заседание Совета депутатов. На нем рассматривались внесения изменений и дополнений в ряд документов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность муниципалитета. Также одним из пунктов повестки стал вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов по избирательному округу номер 29 Павла Грудинина. Максим Козлов побывал на заседании. 35-е внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского городского округа в режиме ВКС объявляю открытым, присутствует на заседании 22. Кворум есть, можем приступать к работе. Среди типичных для заседания Совета депутатов хозяйственных и финансовых вопросов на повестке дня стоял и довольно редкий об освобождении от депутатских полномочий одного из народных избранников Павла Грудинина. Заявление об этом написал сам депутат. В соответствии с статьей, с пунктом 2 части 10 статьи 40 федерального закона 131 об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации настоящим решением признается досрочное прекращение по собственному желанию полномочий депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области по избирательному округу номер 29 Грудинина Павла Николаевича. Коллеги до сих пор гадают, зачем Павел Грудинин в 2019 году принял участие в избирательной гонке. В Совете депутатов он представлял довольно солидную территорию города Видны, на которой проживает более 4 тысяч человек. За все время своего депутатства он ни разу не встречался с жителями. Люди идут и жалуются. Люди приходят ко мне, приходят к председателю Совета депутатов, приходят к коммерсантам нашим, бизнесменам с просьбой что-то сделать, потому что депутата просто нет на участке. Человек, на мой взгляд, сбежал с поста. Он обещал людям на выборах изменить их жизнь прямо ах и ушел. Напомним, что Павел Грудинин уже лишался депутатского мандата в 2019 году, когда у него нашли офшор, сведения о котором он не указал в налоговой декларации. В этот раз Павел Грудинин сложил полномочия по собственному желанию. Выждав определенное время, в течение которого он имел право поменять свое решение, Совет депутатов принял отставку коллеги. Прошу голосовать, кто за. Против. Воздержались. Решение принято единогласно. О выборах по 29-му избирательному округу, где депутатом был Павел Грудинин, будет сообщено дополнительно. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. В 34-й раз клуб «Металлург» доказал, что достоин звания чемпионов России по мотоболу. Сезон 2021-го выдался непростым. Но, преодолев все препятствия на пути к победе, видновские спортсмены могут смело пожинать плоды своей упорной работы. О том, как «Металлург» сыграл свою последнюю игру чемпионата, расскажет Юлия Погасьян. Чемпионат России по мотоболу 2021 года длится уже почти 5 месяцев. В финале «Металлург» встретился с агрокомплексом из Краснодарского края. Это последняя игра чемпионата. И несмотря на то, что агрокомплекс «Металлургу» не соперник, ребята готовились к встрече ответственно. И выкладываются на поле на все 100%. Ведь на кону кубок чемпионов. Ребята молодцы. Молодежь выехала, тоже не подвела. Поэтому есть перспектива, есть смена, есть достойная смена. Поэтому я надеюсь, что будем дальше продолжать работать. «Металлург» всегда боролся за первое место. И будем продолжать бороться за первое место. Конечно, основной матч финального турнира чемпионата России у «Металлурга» должен был состояться еще 16 сентября с командой «Колос». Но болельщики помнят этот необъяснимый поступок и патовцев, когда те покинули поле и приняли техническое поражение. Мотобольный клуб из Ставропольского края пока единственный соперник «Металлургу». Игра же с агрокомплексом носила фиктивный характер. «Направления у нас на турнир были новшества. Не все их сумели применить в этой игре конкретно. Готовились, конечно, на «Колос», к сожалению, они поступили непонятно как. В любом виде спорта, когда выходит даже на ринг боец, любая команда, на любых уровнях, даже перенесы, как говорится, водокачки. Такого не было. Съезжали, поступок непонятный». В игре с агрокомплексом из Краснодарского края вратарь клуба «Металлург» пропустил лишь один мяч. А вот видновчане забили в ворота противника целых 11 голов. Четыре из них – Антон Гусев, по два – Иван Крештопа, капитан команды Владимир Сосницкий и Артем Ковтун. Один на счету – Никиты Маркова. «Счет, конечно, радует. 11-1. Закрыть сезон с таким счетом – 3 единицы. Будем надеяться на следующий год. Все, что мы не применили сегодня на этих турнирах, будем применять. Еще много нового. Будем надеяться, что будут у нас полные трибуны. И все-таки состоится чемпионат Европы у нас в городе Видном. Ждем вас, дорогие болельщики, на трибунах. Поддержите нашу команду». В 34-й раз «Металлург» стал чемпионом России по мотоболу. Успех ребятам, конечно, хотелось ощутить от исхода игры с «Колосом», но победителей не судят. «Эмоции есть. Подпортила нам чуть-чуть игра, которая должна была быть с «Колосом». Победа есть победа. Все, чемпионы». Впереди у спортсменов еще несколько недель тренировок, после чего начнется заслуженный отпуск. К работе «Металлург» вернется сразу после новогодних каникул. А в октябре провидновский мотобольный клуб на телеканале «Видное ТВ» стартует реалити-шоу «Большой мяч». У зрителей появится уникальная возможность заглянуть за кулисы сезона 2021 года. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». У кинотеатра «Искра» прошла очередная развлекательная программа «Клоуна Алекса». Юные видновчане смогли попробовать свои силы в различных настольных играх. 13-летний Семен Пеичев признается, что давно не играл в настольные спортивные игры. Мальчика особо заинтересовал баскетбол. «Пять минут. Играем в двух круг. Посмотрим с этой и с этой. Одновременно. Затекли время. Пять минут. Все должно забить 12. Раз, два, три. Поехали». Развлекательную программу кинотеатра «Искра» Семен увидел случайно. Сейчас школьник выполняет важное творческое задание, снимает репортаж про «Видное». И об этом интересном мероприятии он тоже обязательно расскажет в своем материале. Про город «Видное», как он развивался, строился, там главные достопримечательности. Пообщаться так же, как и вы со мной, с людьми, как они думают, как они сюда попали, как узнали об этом городе. Семен Антонович, вы выиграли вот этот уникальный приз. Это вручается вам. Вы самый лучший в мире чемпион по играм в настольный баскетбол. Это вам. Спасибо за игру. Баскетбол, футбол, аэрохоккей. Ребята могли принять участие в любой понравившейся игре. К детям с удовольствием присоединялись и их родители. А каждому победителю клоун Алекс вручал небольшой подарок. Вы самый лучший в мире принцесса. Это вам приз. А мама купит вам еще мороженое. Да, мама? Да. И клоуны тоже. Спасибо. Настольные игры учат детей умению не только красиво побеждать, но и достойно принимать поражение. А еще такой вид досуга – прекрасная возможность для ребенка обрести новых друзей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова